Я все еще не понимаю, почему в последнее время мне подбирают именно такую одежду. Я потратила на это просто *** денег. Сегодня я решила пойти в магазин и взять с собой стилиста. Я пока без понятия, в каком бюджете получится мой шопинг и что мы вообще будем выбирать. Моя задача проверить, насколько классно сможет собрать под меня образы профессионал. Ну, с учетом моего стиля, внешности, фигуры и все такое. Что ж, посмотрим, что подбирает мой стилист. Сейчас я выгляжу так, только здесь надо нормально расправить. Не скажу, что это мой лучший образ, но я в целом не самый худший. Я приехала в самый большой стиль в Москве, чтобы был реально огромный выбор всего, что мы хотим купить. Я пока что даже без понятия, насколько все эти луки мне обойдутся. Но я надеюсь, что хотя бы меньше, чем 1020. Потому что если тут каждый лук будет тысяч по 40-50, то мне придется продавать сюда в рабство. Хотя, я не знаю, сомнительная рабыня я буду, конечно. Я сразу хочу дать небольшое пояснение. Несмотря на то, что Лорена это моя очень близкая подруга, она все еще стилист. То есть, она в первую очередь стилист. Нет, ладно, она все-таки в первую очередь моя подруга, а потом стилист, я надеюсь. Наверное, не знаю. Лорен, как ты считаешь? Ну, в общем, суть такова, что это не просто моя рандомная подружка, которая, не знаю, посмотрела пару фотографий в Инстаграме. Она реально профессиональный стилист. Она работает с настоящими селебрити. Она собирает их для фильмов, для клипов. То есть, большинство клипов, которые вы смотрите по телеку, реально с очень известными ее персонажами. В основном их стилизует Лорена. Она прям как профессионал очень классно состоялась. Поэтому, конечно, то, что она решила сегодня пойти со мной на сопровождение, этому я безмерно счастлива. Потому что сейчас мы посмотрим, как меня соберет реально профессионал, который меня, ко всему прочему, знает и в целом понимает, ну, как меня, наверное, нужно одевать. Хотя она всегда говорит, что классно одевать, мне не нужен стилист. Ну, посмотрим, посмотрим, что она соберет. Я вижу сплит. Я уже сходу вижу сплит. А можно мы возьмем это? Нет. Почему? Потому что все будут ходить в этом. Так как изначально моя цель посмотреть, как меня оденет стилист, то я, само собой, не давала никакой оценки тому, что она мне выбирала и просто совсем соглашалась. Но иногда я подходила и спрашивала, скорее, дружеский совет из серии, а мне, в общем, вот эта вещь нужна или не нужна. Поэтому иногда мы даже будем слышать с вами какие-то, возможно, приколдосные вещи, но это не точно. Ну, посмотрите, какой классный. Ну, посмотрите, ну, посмотрите. Моя классная юбка. Классно. Я все еще переживаю, сзади у кого-то на всех случаях хватит с ней. Вдруг она ей понравится в конечном итоге. Она похожа на сумку, которую недавно Катарина купила, так за 100 тысяч. Потому что бешки – это баленсиада для бедных. Смотри, просто буквально Прада. Ну, кстати, ремень мне очень нравится. Ремень прям крутой. Может купить эту сумку ради ремня? Отцепить и надеть на Праду? Ну. Тебе эстонада? Женщина в рубашке. Я? Сейчас никто об этом не знает. А можно вопросить, если никто об этом не знает? Скуда знаешь ты? Потому что я тебя знаю много лет. Понравились одни джинсы, они выглядят вот так. Вот эти джинсы. И они прям, ну, на мой взгляд, выглядят очень здорово и интересно. Ну, Рэн говорит, они отстой. Я говорю, что они отстой, потому что у них дурацкая форма. Типа, у них самое прикольное – это вот эти весюльки, а если мы от них абстрагируемся, то у нас получатся джинсы какие-то непонятные полумамсы дебильного цвета, в которых уже в магазине все дырки растут в деревнях. Придется делать кастом. Кто же кастом не спасет? Не, мне придется делать из нормальных джинс кастом с этими. Или да. Просто восторг джинсы. Ну, они мне велики на несколько голов. По карте, пожалуйста. Пока что мы были только в одном магазине, и вот уже потратили 15 тысяч. О, тут есть какая-то штука с Марвелом. Вообще, мы зашли в огромное количество магазинов, но Лорене крайне редко что-то нравилось. Она говорила, что эти вещи не очень, потому что где-то не очень качество, где-то не очень дизайн. Почему бы и нет? Это смесь ботеги и жакмюса. Размер жакмюса, плетение ботеги. Тяжелый люкс. Пойдем отсюда. Короче, там было очень много моментов, но, я не знаю, суммарно, наверное, тупо на шопинг мы потратили часов 5 или 6. И это просто жесть. Блин, ну очень прикольный ремень. О, ремень с огнем тоже очень класс. Мне понравились ремни, но стилист говорит, что это отстой. А так сегодня именно она управляет том, что я буду носить, то я не покупаю. Это не ты. Это не ты. Еще одна черная майка. Короче, нужно подобрать белую рубашку. Лара Налыч хочет мне ее найти. Мы уже просто из магазина в магазин ходим, не можем найти нормальную белую рубашку. Я пока что не представляю, что там за образ будет получаться. Но ничего, посмотрим. Максимально человые. Гендер — это условность в 2021-м, поэтому мы пришли в морскую отделку. Я предлагаю сделать образ стили 90-х с пола. Мы найдем какую-нибудь классную юбочку, ботиночки, и будет вообще конфетка, а не девочка. Оплачиваем еще гору вещей. Оплата будет по карте. Еще 10 тысяч минус. Теперь мы идем вышел из магазина, нужно добрать до конца луки. Кстати, входит новость, что или к лету, или к осени ценник в магазинах поднимется еще на 30%. Что? На 30%? Серьезно? В смоточных? Потому что очень подорожал хлопок. Потому что скандал с Китаем, что бренды отказываются работать с китайским хлопком из-за того, что они используют рабский труд. Потому что еще почему-то... Ну и экономика, как бы у нас, сами знаете где, поэтому шмот будет только дорожать и дорожать. Ребят, но пользуемся Аликом. А соберешь мне луки с Алика? Изи, правда, я не умею пользоваться. Я тебя научу. Не заходила. Ну и в целом, вообще-то как бы тебе стилист не нужен, я считаю. А, ок. Смотри, какая молота. Да, корейский стиль. Корейский стиль. Можем попробовать. В общем, мы еще долго ходили по магазинам. Ой, тяжелые пакеты Песос. Сейчас давайте посмотрим, что мы здесь вообще накупили суммарно и в итоге. Что ж, давайте посмотрим на наш улов. Что из этого вообще можно собрать. Вещи, конечно, для меня очень странные, специфичные. Я не представляю, как зато можно что-то приколдать с ней сделать. Но что ж, не даром. Мы просто так стилистно пошли. Давайте посмотрим образ номер один. Возьми панаму. Возьми белую рубашку с коротким рукавом и веревочками. С этими штуками практически ничего нереально сделать. Еще кот охотится на мою... Кот, кто? Кот, прекрати охотиться на мою кофту. Дай завязать ее. Нет, это не игрушка. Ну, кот, присядь на пенек, потому что это не игрушка. Ты понял, что ты еще с этими ногтями? Прекрати играть с кофтой. Мы уверены, что это так носится? Не думаю, что это так носится. Выглядит очень странно. Надень джинсы, которые бело-голубые. И вниз надень какие-нибудь прикольные босоножки на толстой танкетке. У тебя там есть, не танкетки, а платформы. Такой от стилиста. Лук номер один в России. В Москве. Меродеробная номер два, которая у меня под обувь. О, кстати, вот это я уже не прикольно-то ясно. Посмотрите на то, что мой птикер, мне лень было его делать. Ай, фэшн герл. Фэшн герл я, человек. Будет так теперь ходить всегда. Кстати, панамы мне нравятся. Мне, в принципе, нравится гелодит. Я выгляжу необычно, но при этом прикольненько. Лук номер два. С белой джинсовкой. Надень вниз черный топ. Надень вниз черный топ. Блин, я, конечно, очень извиняюсь, но что это за топ? Мечтаю, что ты был моей шугар-батей или шугар-мамочкой. Что это такое? Что это за топ? Почему в последнее время у меня какая-то очень вульгарная одежда? Это что? Это что, объясните мне такое? Что это? Почему она опять тут все передавливает так, как будто у меня там очень много. Это по факту всем очевидно, что здесь просто прямая. Как это? Господи, блин, я вообще ужасно. Просто что это? Вообще, только на самом деле ничего такое. Секси-секси. Попробуем с белой джинсами. Ну, что сказать. Этот образ прям класс. Я как будто чувствую себя звездой, знаете, из начала нелевых. Типа когда Беднис Пирс по красной кавровой дорожке ходила. Кстати, недавно я была на красной кавровой дорожке, я выглядела как-то так. Спасибо. Считаю, это тренд. Опа. Опа. Хочу отметить, что стилист все-таки прикольная идея. Образ номер три. Розовую рубашку сейчас придумала, куда приспособить. В принципе, можно отлететь, надеть панаму, взять сумку с зеблей, надеть в розовую рубашку и вниз надеть белые джинсы. И это получится или супер прикольно, или это будет выглядеть как адский трошак, но в любом случае, давай попробуем. Ну, это просто фэшн-вик какой-то аутфит. Очень странный, но настолько гармоничный, настолько крутой. Я бы никогда так в жизни одежду не сложила. Мне этот образ безумно нравится. Он просто бешеный. Панамка с рубашкой, также с этой зеленой фигней. Это зебра дракона. Вот это какая-то странная шелковая хуэрга. И там тоже какой-то зеленый дракон. Считаю, что вот этот образ, наверное, самый интересный пока что из тех, что мы пробовали. Кстати, потом зайдите и напишите, какой образ больше всего вам нравится. Лук номер четыре. Вообще, на самом деле, мы сказали, здесь может быть безумное количество луков, потому что эта вся одежда между собой даже хорошо комбинируется. Я уж молчу о том, что если добавлять какие-то свои вещи. И вот, например, этот образ мы сейчас скомбинировали немного с моей одеждой. И вот что получилось. Конечно, идеально мы должны были купить юбки, но так как у меня достаточно много юбок, и в принципе не было моего размера, размер с моими юбками это проблема, то Лорен предложила такой вариант. Так, дальше. Дальше покажи, пожалуйста, какие юбки у тебя есть. Поэтому, подмите, покажем мне юбки, которые у нас есть. Кот, ты будешь показывать юбки, которые у нас есть? Блин, кот как всегда в ужасе. Я не понимаю, мне кажется, мой кот в самом большом ужасе из всех ужасов. Извините, у меня тут творческое писнование. Все же прекрасно понимали, что эта гардеробная никогда не будет выглядеть так, как она выглядела, как там делали разбор видосов. Юбка в клетку школьная. Кастомная джинсовая черно-белая юбка, с одной стороны она клетка, с другой просто черная. Розовая ублюдская, сиреневая школьная. Юбка огонь. Юбка клетчатая, обычная трапеция. Мини юбка в блестяшку, не спрашиваю, откуда у меня это. Это раритет. Вот, потом джинсовая байкерская юбка. Черная, обычная, базовая, дефолтная школьная юбка. Юбка вот с такими вот цепями формата трапеция. Школьная юбка с черной хуэргой. И юбка с зайчиком, тоже обычная школьная. Ну, в общем-то, все. Пробовала с кастомной юбкой, потом я бы попробовала. Вот так вот прикольно выглядит эта кофта вместе с кастомной моей юбкой. Мне кажется, что это реально очень интересный контраст получается. Потому что здесь такие линии, здесь такие линии. И все очень странно выглядит. Это вроде как не в моем стиле, но в то же время в моем стиле. Закончим образ. Надо добавить сюда еще гетеро. Какой-то такой, знаете, немного корейский, немного японский стиль напоминает. Я не понял, что ты хочешь намешать. В итоге намешал все. Но по мне это выглядит прикольно. Это прям реально в моем стиле абсолютно. И да, не спрашивайте, откуда у меня гетеро. Это гетеро для косплея. Просто так я обычно это не ношу. Но выглядит прям очень круто. Что ж, я считаю, что теперь мы должны просто взять и пойти в секонд-хенд. И в секонд-хенде подобрать офигительно крутые луки. Напишите, в каком стиле вы бы хотели, чтобы я подобрала луки. Может быть, что-нибудь вечернее или что-то еще. Потому что, мне кажется, на повседневку мы подобрали очень клевые, достаточно бюджетные образы. Ну что, мои сладкие малыши, надеваю маску, иду гулять. Я вас всех люблю, всех целую. И всем пока-пока. До новых встреч. Смотрите мои прошлые голосики. Делаю вид, что я на модном приговоре. Старая всратая юбчонка. Здесь должен был быть переход. Я хочу с этой стороны сделать крупную шашку, знаете, ну, типа как вот рейсерскую. Эту сторону не трогать, ставить ее просто черной. Будет у меня такая половинчатая юбка. Привет, шот от Адороки. Передаю тебе привет. Пожалуйста, поставьте шот от Адороки лайк.